Жанна Фреско В фильме «Дух времени и хозяева денег» они рассказывают о том, как устроена американская денежная система. Они говорят о том, что вся она основана на долге, которую нельзя погасить. Главная их мысль. И еще одна из главных мыслей заключается в том, что всей этой денежной системой рулит некая группа лиц. Теперь вспомним работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», в которой он говорит, что производственный капитал сливается с финансовым капиталом. И в конце концов произойдет такое, что он сольется воедино, и где-то образуется определенный центр управления. Будет всего этого создан. Вспомним уроки истории. Сначала у нас образуется племя, потом образуется княжество, потом образуется государство. И в этом государстве человек всегда создает четкую централизованную систему управления, которая удобна для него. Вспомним слова самого Ротшильда. «Дайте мне власть управлять деньгами, мне будет без разницы стоить, кто стоит у руководства этой страны». Давай немножечко перефразируем эту фразу. Дайте мне власть выпускать деньги, которые будут приниматься во всем мире, на которые можно купить в любой точке мира, любой товар приобрести. И мне будет без разницы, кто управляет этими государствами. Да, будут там какие-то противоречия возникать, но в этих странах, в большинстве во всяком случае, я смогу приобрести все, что я захочу. Купите власть и предприятие, и все, что угодно. Теперь вот наши олигархи, да, они выводят деньги за границу. Выводят в ту банковскую систему. У нас в банковскую систему. У нас постоянно растет количество долларовых миллиардеров. Но производство у нас не возрастает. То есть в один прекрасный момент мы понимаем, что у нас создастся такая ситуация, когда на те деньги, которые у нас выпущены, можно будет купить все товары, которые существуют на земле, и останется еще несколько эшелонов этой бесполезной бумаги, которая ничем не обеспечена. И тогда эти, которым принадлежит эта банковская система, им придется аннулировать все счета. То есть они у наших олигархов заберут все деньги, они останутся без ничего. Чтобы этого не происходило, у наших олигархов есть только один выход. Это укрепление нашего российского рубля. Для того, чтобы его укрепить, существует только один способ. Это чтобы этот наш рубль захотели покупать во всех странах в мире. Чтобы он стал еще, его хотели купить больше, чем доллар. Для этого нужно организовать крупные, современные, высокотехнологичные предприятия. Чтобы мы выпускали, производили такую продукцию, которая была более качественная и более дешевая, чем в остальных странах мира. И тогда эти рубли, это их капитал будет находиться здесь, под их контролем. И никто их не сможет за эти деньги кинуть. Но они этого не делают. Из чего следует простой вывод, что они зависимы от той банковской системы. Они ей подчиняются, и их это все устраивает. Теперь давай представим с тобой, что мы с тобой два империалистических хищника, у которых стоит этот денежный аппарат, и которые могут напечатать все эти доллары. Напечатать столько, сколько нам надо. Что у нас в голове? Нас деньги не интересуют. Это принадлежит нам. У человека, который люди жили когда-либо на земле, и которые живут сейчас, есть два основных таких качества. Они хотят сохранить все, что они имеют, и желательно все это приумножить. Что мы можем приумножить? Природные ресурсы у нас на земле ограничены. Нам надо их сохранить. Приумножить мы их никак не приумножим. Как их сохранить можно? Если мы сейчас начнем налаживать с тобой производство, то все люди начнут потреблять гораздо больше. У них станет все жизнь хорошая. Они начнут размножаться, как саранча. И начнут уничтожать все эти природные ресурсы, которые по сути принадлежат нам. Тем, кто выпускает деньги и вообще всей крупной буржуазии. Отсюда вывод. Нам надо сделать так, чтобы ограничить их потребление. Чтобы они знали, что их потребление зависит от нас. Что им его можем предоставить только мы, налить им в миску этой похлебки. И чтобы они сидели и как собачки ждали, когда мы придем и нальем им в миску этой похлебки. А потом смотрели на нас преданными глазами, готовые броситься и исполнить любое наше указание. Вот только таким образом мы можем сохранить все, что у нас имеем. Другого способа у них просто не существует. Теперь, вся вот эта система, прикидывая, вот все эти наши чиновники, которые выводят деньги за границу. Все вот эти вот бизнесмены, которые кормят пропавшими, протувшими продуктами питания. Те, кто строят плохо дороги. Даже те, кто просто сидит возле телевизора, наблюдает за этим всем, простые пролетарии. И ничего для этого не делают. Потому что эта система, она нацелена на самоуничтожение. Чтобы сделать людей, как можно больше их вымерло. Все работают в интересах империалистов. В интересах крупного бизнеса. Своим молчанием и всем остальным прочим. Вся эта система принадлежит им. Идеология это то, что владеет сознанием. Нашим сознанием владеют деньги и владеет потребление. Идеология это сознание. Тот, кто владеет сознанием, тот владеет и человеком. Это значит, этот человек принадлежит ему. То есть он принадлежит этой денежной системе. От нее все зависит. Как она скажет, что она здесь организует и как сделает. Такая будет у нас и жизнь. Почему у нас сложилась такая буржуазия, что они все вывозят за рубеж. И почему это не изменится в ближайшей перспективе без значительных потрясений. Потому что у нас состоит и сложилось, что бизнес нашей крупной буржуазии и олигарных, это вывоз ресурсов за рубеж. То есть это именно экспорт ресурсов низкого передела. То есть сырой нефти, газа. То есть они по сути, по своей, это как нам западные эти говорят, они просто по сути, по своей, рабами выросли. И не хотят устроить, чтобы их рубль здесь, а капиталы контролировали ли они сами. Или их загнали под это. Нет, смотри, я хочу сказать, что вот у нас, вот ты говорил, чтобы сделать рубль сильным, нам нужно развивать, грубо говоря, обрабатывающую промышленность. Ну, строить заводы, производить такие товары, которые будут дешевле и качественнее. У нас, вот допустим, ты у нас сечен, владеешь Роснефтью, и тебе принадлежат какие-то нефтяные места. Вот спроси себя, зачем ты будешь это делать, если у тебя и так все работает. То есть это большие капиталы вложения, это низкий срок околпаемости, это, ну, грубо говоря, твои капиталы на сколько-то там, на 15-20 лет будут заморожены, прежде чем дадут тебе какой-то доход. Ну, я же сказал про это, у нас же уже было это, надувается мыльный пузырь, денежный пузырь. Их, они, то, что выводят, их за эти капиталы потом кинут, это однозначно, это произойдет. То есть они их бросят за это все, чтобы они не зависели от этих капиталов, им нужно укреплять рубль. А раз они не хотят укреплять рубль, раз они знают, что их в оконцовки кинут, и продолжают отсюда выводить деньги, не давая развиваться своей страны, то есть они понимают, что эти деньги, это ничего не значит. Что их, они просто ограбляют страну без всякого толка. Это как вот объяснить? Я могу это объяснить, они попали в ловушку. Если вот посмотрите старые выступления, какого-нибудь там начала 2000-х, они же были фактически своими в западном мире. То есть вот эти вот все, ну, они катались по всяким довольствам, их принимали там фактически как своих, и как бы не особо обращали внимание на происхождение капитала. Они эти деньги успешно начали прожирать. То есть вместо того, чтобы вкладывать в производство, как-то укреплять его, там, работать на перспективе, они их начали тупо прожирать. Сейчас конъюнктура мировая изменилась, и вот этот сырьевой экспорт вместе с всеобщей мировой депрессией, он начинает сокращаться, потому что, ну, из-за депрессии. То есть вам нужно производить меньше товаров, соответственно, падают цены и запрос на сырье. Они начинают метаться, как бы, западные страны, ну, им все-таки нужны эти ресурсы, но не нужны по такой высокой цене. Они пытаются как-то этих местных олигархов прыгнуть. Отсюда вот эти санкции. Отсюда вот эти попытки переориентации на Китай, и вот то, что у нас сейчас происходит с Сечиным, ну, с Кажемякой в том числе, почему, собственно, у нас активизировались вот эти проекты Роснефти в Южном Приморье. То есть они ищут какие-то другие рынки сбыта и за счет этого пытаются как-то выплатить. Лично я считаю, что это все зависимо, и если они живут в такой стране, которая зависима от кого-то, то они и сами зависимы. Они сами зависимы, и они не пытаются выбраться из этого рабства, из своей зависимости. Если они не пытаются выбраться, значит, есть какие-то причины, потому что их схватили так за горло, что они не смогут из этого выбраться никогда. И если они не сделали это за 25 лет существования этого своей либеральной демократии, то они не сделают этого и дальше. Им это не надо. И в конце концов, их интересы уже и так и понятны. Интересы американских капиталистов, интересы наших европейских интересов, капиталистов, буржуев, это сократить потребление людей, чтобы они сами себя не воспроизводили. Опустить сознание до уровня этого животного, которое не понимает, что вообще происходит вокруг, кто во всем виноват и как это исправить. В последнее видео упоминался экономист Катасонов. Что ты думаешь про него? Про оппозицию. Катасонов это, ну, Кобу, по-моему, принадлежит тоже там, какой-то, как и Ефимов. Профессор Айнад. Ефимов договорился до того, у него там есть один ролик, что в капитале Маркса написано, указано противоречие между рабочими и капиталистами. А на самом деле он сказал никаких противоречий. тут не существует. Этот профессор там, какого-то, директор какого-то института. То есть он говорит, что если, понимаете, капиталист обанкротится, то и рабочему негде будет работать. Поэтому они друг друге заинтересованы, и они действуют как одно целое. То есть раб и хозяин это одно целое. Катасонов тут говорит, что он делает упор на то, что вот у нас были недавно митинги дальнобойщиков проходили, и кто-то там из них упоминал про Центральный банк, что он нам не принадлежит, и все такое прочее. И Катасонов продвигает идею, что самая главная, основная наша задача, это национализировать Центральный банк. Но Центральный банк, мы уже об этом говорили, деньги без товаров не представляют никакой ценности, никакого интереса. Наша задача не национализировать Центральный банк, а наладить выпуск дешевых товаров, потребления, которые нужны всем и необходимы. То есть этого сразу же можно их отсечь, что они увлекают людей куда-то в другую сторону. Дальше у нас есть Национальный банк, есть Стариков, которые говорят, что есть третий путь. Есть у нас коммунизм, есть у нас капитализм, но вот надо пойти как в Китае, устроить частную собственность и понемножечку двигаться к ней, потихонечку, понемножечку развиваться. Я вот жил, еще раз скажу, в Советском Союзе, и помню, как все это было, как он разваливался, я это видел, и вот сейчас прошли годы, я это анализирую и понимаю, как это все происходило. У меня были знакомые, у которых родители работали из столовых. Они тащили все из столовых. То есть придешь домой, у всех у них были какие-то продукты, крупы или мясо, которые они притащили с того места, из которых они работали. Один знакомый у меня работал во Владивостоке, в универмаге. Я с ним разговаривал. Как это все происходило. Приходит партия югославских сапог для продажи в универмаге. Какую-то часть этих сапог выкидывают на продажу, какая-то часть разбирается по сотрудникам. То есть этот грудь забирал себе две пары, скажем, югославских сапог, и они стоили, их цена в магазине была 50 рублей, он их продавал по 60. То есть он на этом наваривался. Разбирали продавцы, разбирал директор магазина, брали все себе. То есть они организовывались в общую такую массу, в общий коллектив, который все понемножечку тащили, и каждый мечтал только, то есть начинала превозобладать эта идеология потребителя. На каждом предприятии каждый тащил под себя. Если вы оставите, вот как они говорят, на сболу говорят, что, ну вот, был Советский Союз, там показал он свою неэффективность, потому что там вот эти, такие предприятия, как продажа в магазинах, каких-то там, тех же целлофановых пакетов не было, там их стирали, апстировали, там как-то вешивали, вешивали, высушивали. Вот это должно все принадлежать частным наукам, частному бизнесу. То есть мы создаем опять людей, у которых, у которых главная цель в этом обществе будет личная, собственная нажива. Они будут работать, их идеология опять, то, что у них будет в голове, их неосознание, будет в первую очередь деньги, потребление. И они, как показывает практика Советского Союза, если вот сейчас все это просроченные товары, которыми торгуют, оно как-то идет в карман одного только предпринимателя, уходит, то потом они организуются при капитализме и начнут делить это между собой. Директор этого магазина, грузчики, продавцы и так далее, то есть возьмут опять же эту курицу, нашпигуют на нее шприцом воды, заморозят в холодильнике и продадут эту курицу по гораздо большей цене. И в этом будут замешаны все. Соответственно, как это было в Советском Союзе, создадут опять АБХС, АБХС это тоже потребители, которые тоже хотят жрать побольше, им опять начнут взятки давать и так далее и тому подобное. То есть, это опять придет к тому же, от чего ушли. Никакого третьего пути нету. Это все приводит к идеологии, не идеологии, а какие системы взглядов у капиталистов, какие были взгляды тогда вот у этих директоров магазинов и всех остальных прочих предприятий. Они смотрели на все это и говорили, вот как здесь все плохо устроено. А вот если бы этот магазинчик был мой, если бы я бы владел бы им, то у меня бы было бы все по-другому. Если бы мы наладили частный бизнес, то все было бы по-другому. И это привело к тому, что эти идеологии, эти потребительские мысли в оконцовке охватили большую часть страны, что вот нам дайте организовывать собственный бизнес и мы тут сами как-то что-то сделаем. И это придет к тому же. Организация монополии и опять будет главенство капитала. Капитал будет править всех. С христианами, с христианами, я не против вообще христиан. Пускай каждый верует в того Бога, в который он хочет. Ну, просто пускай они, вот, я не верующий православный, но я Библию и все читал. И какие есть законы у христиан, я прекрасно знаю. Я знаю, что у них есть посты каждая среда и пятница. Я знаю, что, в общем, если взять все эти вместе в посты, там, пост перед Пасхой, пост, как его, успение Пресвятой Богородицы, их четыре таких крупных поста в году, то есть, если собрать их все вместе, получается постов больше полгода. И когда я закажу в церковь и вижу, когда у Папа, он стоит, у него вот такая хлеборезка, в которую сразу же можно булку хлеба запихать, я понимаю, что он втюхивает мне ту идеологию, которую он сам не придерживается. Он врет, просто в наглую стоит и пытается мне забить голову тем, чтобы я туда принес денег. Я вот тут разговаривал, бывают такие случаи, встречаешься с мусульманами, начинаешь разговаривать с мусульманами, вот задаешь мусульманину такой вопрос, говоришь, ну вот ты вот приехал сюда с узбеками, с киргизами и разговаривал, ты зарабатываешь здесь деньги, вкалываешь по 12 часов. Вот скажи, пожалуйста, как ваша религия тебе это объясняет? Вот у тебя есть такие же олигархи в Узбекистане, как и у нас здесь, вот которые как сыр в масле катаются? Ты что-то там, какие-то грехи в своей жизни совершил? Или там по определенным религиям твои предки что-то совершили? А вот у олигархов этих никто ничего не совершал, поэтому Аллах их так любит, поэтому у них такое богатство. А ты здесь должен вкалывать. Они не могут ответить на этот вопрос. Они зависают и потом после раздумья они все говорят, ну мы не знаем, но вот есть вот какой-то имам у нас, который все знает и может на эти ответы, на эти вопросы дать соответствующие ответы. я говорю, подожди, давай подумаем. Ты верующий человек, ты считаешь, что Аллах это тот, кто создал все, от него все зависит, твоя жизнь делается, осуществляется только по его заранее надмеченному плану. Он всем руководит. Он дал, написал тебе какое-то послание через Коран и передал его тебе. и ты за всю жизнь с этим посланием не ознакомился, ты не знаешь, что там написано. Вот мне кажется, когда ты умрешь и попадешь перед очами Аллаха встанешь, он тебя спросит, а почему ты не читал? Почему ты в этом не разобрался до сих пор? Вы верьте во что угодно, но вы разберитесь, и чтобы вы могли пояснить всем, что и как и почему это работает. Они просто пришли, как у нас, отчитали молитву, отче наш, зачитали и все. А на этом ваша вера заканчивается. А так, ну, верьте во что угодно, только вы изучите всю вашу веру и знаете ее досконально, чтобы если такой, как я, допустим, спросил у вас, вы раз мне рассказали, что у вас почем, может быть, я поверю и приму вашу веру и обращусь в вашу религию, а вы этого не сделали, потому что вы этого не знаете. Вот как-то так. Ну, получается, касательно пустого Попа, действительно, есть такая вещь, вот у нас по официальной статистике числится 70% верующих в стране. На самом деле, те, кто соблюдают все вот эти обряды, их намного меньше, буквально 2-3%, потому что у нас верующими числится тот, кто не читал Библию. Вот как, например, объяснить тот факт, что Иисус гонял торгов с храма и вообще примечал скромность и выдержание, а потом у нас показывают какого-нибудь церковного иерарха, которые, ну, как триггерующих, в общем, по толщине. Ну, я про что и сказал. То есть, у нас есть то, что исходно написано в Библии, и то, что нам, грубо говоря, перескальзывает в Библию, вот эти вот церковные функционеры представляют. То есть, идеология и церковь это разные вещи и следует отличать одно из них. А у тебя есть какое-нибудь свое определение идеологии? Что это такое? Идеология это система знаний, которая помогает тебе, грубо говоря, на некоторые вопросы отвечать автоматически. То есть, вот ты, допустим, считаешь, что люди изначально хорошие. Соответственно, тебе не нужно задавать на себе вопрос, как этот человек, с какой целью он изначально поступает. Ну, если можно привести такой пример, вот возьми сороконожку, она же не задумается, с какой ноги ей ходить. Если она начнет это делать, у нее все станет. она доверяет инстинкту. Вот идеология это такая система знаний, которая позволяет некоторые вещи совершать просто автоматически. Ну, я понимаю, это сложно, но это нужно и думать. То есть, мне кажется, это общая концепция в голове у тебя, исходя из этой концепции, ты производишь соответствующие действия. ну да, может быть, ты производишь автоматически, но это только из-за чего как ты действуешь вообще в жизни. Это система положений, и что важно, это система, это именно система положений. То есть, в голове у человека может быть определенная каша. Ну, может быть, но это не значит, что у нее есть какая-то идеология. То есть, определять идеологию как просто сумму знаний. Читал книгу одну, Фурсов как-то подсказал, там, говорит, у Ленина, говорит, была настольная книга Густава Лебона «Психология массы толпы». Вот в этой книге там говорится, что надо Ленина, и он говорит, настольная книга у Ленина, что надо свою мысль формулировать быстро, четко, и чтобы она была понятна до всех. Вот.